Добрый день, меня зовут Смирнов Алексей. Я рад вас приветствовать в Московском Доме Книги, в самом большом книжном магазине Москвы и всей нашей страны. В мае этого года исполняется 130 лет Михаилу Булгакову. И к этому событию выпущен замечательный сборник «Мне нужно видеть свет» с дневниками, воспоминаниями и документами, посвященными Булгакову от его лица и адресованные к нему. Из этих документов можно узнать о том, как Булгаков преодолевал судьбу, то есть был человеком, который вынужден был бороться с препятствиями к тому, чтобы писать и издавать свои произведения, к тому, чтобы ставить эти произведения на сцене московских театров. Много писем, которые он написал своим коллегам, своим поклонникам, своим противникам и тем, даже кто являлся вышестоящими людьми, как, например, Иосиф Сталин. Писал он о том, что не всегда понимает отношение такое, которое сложилось к нему в текущее время. Переживает о том, что снимают его постановки со сцен, театров, таких как, например, Московский художественный академический театр. Булгаков мучился, Булгаков рефлексировал, переживал и, конечно, тем не менее создавал свои замечательные произведения, вошедшие в Золотой фонд русской мировой литературы, которые многие читатели знают и ни одно поколение перечитывает. Из предисловия Виктора Лосева. В настоящий том включены дневники и Михаила Булгакова, а также наиболее важные документы, отражающие жизненный и творческий путь писателя. По сути, представленные материалы есть не что иное, как жизнеописание, составленное преимущественно самим Булгаковым. Разумеется, документы эти создавались для иных целей. Каждый раз они фиксировали какую-то конкретную жизненную ситуацию. Но в совокупности, расположенные в хронологическом порядке, они отражают жизнь и творчество писателя наиболее объективно. Дневники Булгакова позволяют точно установить многие важные факты из его творческой биографии. Так, из дневниковых записей отчетливо видно, что писатель стал целенаправленно собирать материалы для романа о дьяволе, получившего впоследствии название «Мастер и Маргарита» с начала 1925 года. Работа над собачьим сердцем, как видно из дневника, велась и в 1924 году, а в начале 1925 года получила свое завершение. Впрочем, о дневниках писателя можно написать не одно исследование. Не меньшее, а даже большее значение имеют его письма конца 1920-х годов. Отметим, что своими заявлениями и обращениями к правительству и Сталину Булгаков подводил итоги важнейшему этапу в своей творческой жизни, посвященному России и ее трагической судьбе. Почти все творчество художника автобиографично. И чем же тогда объяснить его горчайшее сожаление незадолго перед смертью по поводу того, что он не успел написать и оставить потомкам собственное жизнеописание? Не тем ли, что за всю свою подневольную жизнь на родине ему не удалось высказать многое из того, что вмещало в себе его богатейшая, впечатлительная, гениальная натура? «Мастер Маргарита», «Собачье сердце», «Бег», «Белая гвардия», «Роковые яйца» – есть такое замечательное произведение. Все эти произведения можно найти в таком замечательном сборнике, как «Малое произведение сочинений Михаила Булгакова». Целая серия книг, в которую вошел и в том числе вот этот замечательный наш русский писатель. 16 апреля 1928 года вечером профессор зоологии 4-го государственного университета и директор зооинститута в Москве Персиков вошел в свой кабинет, помещающийся в зооинституте на улице Герцена. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся. Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным именно в этот злосчастный вечер. Ровно как первопричиную этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатьевича Персикова. Газет профессор Персиков не читал, в театр не ходил. А жена профессора сбежала от него с тенором опера «Зиминым» в 1913 году, оставив ему записку такого содержания. «Невыносимую дрожью отвращения возбуждают во мне твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них». Профессор больше не женился и детей не имел. Был очень вспыльчив, но отходчив. Любил чай с морожкой. Жил на Пречистинке в квартире из пяти комнат, одну из которых занимала сухенькая старушка, экономка Марья Степановна, ходившая за профессором как нянька. В 1919 году у профессора отняли из пяти комнат три. Тогда он заявил Марье Степановне. «Если они не прекратят эти безобразия, Марья Степановна, я уеду за границу». Нет сомнения, что если бы профессор осуществил этот план, ему очень легко удалось бы устроиться при кафедре зоологии в любой университет мира. Ибо ученый он был совершенно первоклассный, а в той области, которая так или иначе касается земноводных или голых гадов, и равных себе не имел. За исключением профессоров Уильяма Векля в Кембридже и Джакому Бартоломео Беккари в Риме. Считал профессора на четырех языках, кроме русского, а по-французски и немецки говорил как по-русски. Намерения своего относительно заграницы персиков не выполнил, и 20-й год вышел еще хуже 19-го. Произошли события и при том одно за другим. Большую Никитинскую переименовали в улицу Герцена. Затем часы, врезанные в стену дома на улице Герцена и Моховой, остановились на 11 с четвертью. И, наконец, в террариях зоологического института, не вынесся всех перетрубаций знаменитого года, издохли первоначально 8 великолепных экземпляров квакшей. Затем 15 обыкновенных жаб. И, наконец, исключительнейший экземпляр жабы Суринамской. О Булгакове сложено немало книг и написано немало монографий. Но, тем не менее, хочу обратить ваше внимание на издание Алексея Варламова «Булгаков. Бег без судьбы». И вновь мы возвращаемся к тому, насколько был тяжел путь Булгакова от его становления как писателя до его фактического ухода из жизни. Много препятствий, которые не помешали ему быть все-таки счастливым семьянином, стать писателем с большой буквы в русской литературе, в кинематографе, поскольку многие его произведения были экранизированы и в СССР, и в современной России, и даже за рубежом. Многие картины стали золотым фондом кинематографа всего мира, включая Россию. И говорят о том, что Булгаков никогда не будет забыт и не будет заурядным автором каких-то там произведений начала 20-го столетия. В русской литературе есть писатели, судьбой владеющие и судьбой владеемые. Михаил Булгаков из числа вторых. Все его бытие было непрерывным, осмысленным, обреченным на поражение в жизни и на блистательную победу в литературе «Поединком с судьбой». Что надо сделать с человеком? Каким наградить его даром? Через какие взлеты и падения? Искушения? Испытания и соблазны провести? Как сплести жизненный сюжет? Каких подарить ему друзей, врагов и удивительных женщин, чтобы он написал «Белую гвардию», «Собачье сердце», «Театральный роман», «Бег», «Кабалу святошь», «Мастера и Маргариту»? Михаил Афанасьевич Булгаков был студентом медицинского факультета Киевского университета Святого Владимира. На выбор профессии могли повлиять и ставшие врачами братья-матери Николай Михайлович и Михаил Михайлович Покровский, и ее друг Иван Павлович Воскресенский. Для молодого человека, ищущего в жизни надежного заработка и интересной профессии, это было разумно и дальновидно. Для будущего русского писателя медицина становилась традицией. Даль, Чехов, Вересаев, Юрий Живага. Но студентом, в отличие от своих собратьев, Михаил Булгаков был не самым примерным. Поступив в университет в 1909 году, он окончил его только в 1916, пробыв несколько лет на втором курсе, что едва не привело нашего героя к отчислению. Читайте, будьте счастливы, всего самого наилучшего. Ваш Алексей Смирнов. Субтитры создавал DimaTorzok